Всем привет! В игре включили гарант на пятерку и давайте посмотрим, какие герои сюда добавили. Как это будет работать, здесь в принципе написано. То есть, делайте 100 призывов и можете призывать любого героя по вашему выбору. То есть, как только эта шкала заполняется, вы выбираете героя, ну и он вам выпадает. Но это очень круто, потому что они могли сделать, что герои бы выпадали рандомно из этого списка. Ну и могло просто за 200 призывов в 2 регулярки выпасть, ну было бы мало приятного. Ну да ладно, давайте посмотрим, каких героев стоит забирать в первую очередь. Герои, хоть и, скажем, не самые новые, но здесь есть до сих пор, можно сказать, топовые герои. И давайте начнем со второго ряда. Грозуль, хоть и старый герой месяца, но до сих пор с актуальным навыком. С очень быстрой манной она и хилит, и что самое важное, она ставит щиты. То есть, на ваших героев нельзя будет повесить ни дот, урон, ни манну им там заблочить и так далее. Сейчас куча героев 5 сезона в оборонах, и у них вот эти вот пассивки и травление, и броню срезают, и что они, в общем, только не делают. И если вы ее успеете активировать, то эти пассивки не повесятся на героев. А с очень быстрой манной шансов ее зарядить, ну очень много. И если бы не вышла гранат, которая ниндзя, Грозулю бы до сих пор играли. А та, гранат, конечно, ее заменяет. Но если гранат нет, то спокойно можно прокачивать Грозуль. В общем, хорошие герои можно смело брать. Дальше идут 2 героя месяца, Телурия и Вэлла. И это последние ГМы, которые были в метовой обороне. Их потом понерфили, но если Вэллу хоть немного вернули, скажем, с последним обновлением, то Телурию вообще ничего не делали. Как ее, в общем, пофиксили, так она и осталась. Ее смысла нет убрать. Вэллу, в принципе, можно взять. Если у вас, например, есть Морель и, там, не знаю, Лепус в костюме, то, в принципе, в тройке она может играть. Ну, неплохой, в общем, герой месяца. Дальше идет Аннатель, хоть и реально старый. Один из самых старых здесь героев месяца, но до сих пор актуальный. Наносит и урон, вешает баф, который с каждым ходом просто забирает ману. А герои, которые забирают, скажем, ману и что-то делают с маной, они всегда очень актуальны. В общем, этого ГГМа можно смело брать. Очень крутой герой. Сишат также отличный шотер, еще и диспеллер с быстрой маной. Вешает еще миньона, который придает ей живучести. Очень крутой герой. Ей нельзя срезать ману. То есть, идете вы, например, на какую-то нейт, которая сейчас, да, в оборонах частенько появляется после своего апа, то она и ей не сможет срезать ману. Ну, это очень круто. Также стоящий герой. Следующий ряд. Это герой Атлантиды. Митсука. Отличный герой. Срезает ману, наносит урон и вешает отражение от синих героев. То есть, какая-нибудь Аласи уже будет ультовать, ну, и не будет наносить урон. Просто будет отлетать, скажем. В общем, также стоящий герой. Следующий. Это Тарлак со средней маной бафает атаку на Титана. Будет отлично заходить на мифического Титана. И у него вот этот сам баф без всяких ограничений. Если, например, у Мики вы его берете в атаку на других героев, там прописаны условия, что должно ХП у врагов быть выше, тогда он только будет бафить. То есть, здесь он просто бафает атаку и все. И там реально, если его в оборону поставить, там просто урон стычек будет очень дикий. Но у него по статам, в общем, его нужно в ХП броню прокачить, потому что он будет просто отлетать. Но так герой тоже нормальный. И следующий. Ариэль. В общем, когда вышел этот хиллер, за ним просто нереально гонялись, сливали кучу, скажем, крисов, пытались его выловить. Ну и не зря, потому что это один из самых лучших хиллеров в игре. Хоть на нее и сейчас появился костюм, но даже без костюма это отличный герой. Ее можно смело брать. Ребят, сейчас по всем героям пройдемся и потом сделаем просто топ 10 героев, которых лучше в первую очередь брать. Дальше Посейдон с быстрой маной. Отличный шотер. У него очень полезный баф, что нельзя не, скажем, особый навык заблокировать, не ману срезать. На ОБ против Альфрик просто идеально заходит. Крутой герой. Кагибурада раньше был очень, скажем, актуальным героем. В принципе, и сейчас нормальный, с очень быстрой маной. Отлично заходит против таунтов, потому что у него очень крутая последовательность ульты. Сначала убирает усиление, потом наносит урон. В принципе, неплохо, но сейчас как бы много диспелов в фиолетовом цвете. Ну и не сильно он, скажем, актуальный, но герой, в принципе, нормальный. И следующий герой Вальхалы. Тир, хоть и быстрая мана, очень много всего делает, но сейчас он не сильно актуален, потому что и урон небольшой наносит, и вот это вот его баф, дебаф, точнее, кровотечение, он очень долгий. В общем, ребят, сейчас он как бы не особо нужен. Дальше, Ротатоскар, хилер со средней маны. В принципе, и нормально хилит, еще бафает камни. Ну, там, с камней урон просто будет отлично заходить. На Титана нормально, да и просто в атаку его убрать. Тоже, в принципе, достойный герой. И дальше, Скади. Это можно сказать не просто один из самых лучших героев Вальхалы, а один из самых лучших героев в игре. Сейчас очень много героев, которые вешают миньонов, да, вот эти только герои ВТК, чего стоят, их очень много сейчас в оборонах. И этот герой просто идеально играет против миньонов. Если вы смогли повесить вот этот ее стак, хотя бы на 4-5 уровень, то, считайте, бой вы уже затащили. То есть, этот герой может в одну каску разваливать целые обороны. И самое что интересно, вот эти вот стаки, да, если вы ультанете грозуль, никакие дебафы не повешаются. А вот эти стаки обходят все щиты, в общем, и так далее. Но это реально один из самых крутых героев в игре. И ее можно смело брать. Следующий герой это Тор, хоть и очень быстрый навык, но вот это ее механика ульты, именно последовательность. То есть, он сначала, вы его зарядили, он ультует на первую ульту, потом второй раз на вторую, и на третью. Ну, это реально не очень. Если бы у него была механика, как у Минзи, тогда это был бы реально очень крутой герой. А так, в принципе, он неплохой, прокачивать можно, но забирать его, в общем, в первых рядах не стоит. И следующий герой Фрея с быстрой маной, когда был фиолетовый центр с Берой, у кого не было Беры, ставили Фрею, в принципе, неплохая, но сейчас вышел на нее отличный костюм, и в костюме она реальный топ. А без костюма, ну, в принципе, неплохо. Но здесь есть герои, поинтереснее, скажем. И давайте сделаем топ героев, которых лучше забирать в первую очередь. И на первом месте, безоговорочно, это, конечно же, Скади. Если у вас ее нету, то можете смело забирать и прокачивать. У меня их две на фуле, ну и постоянно играют. На следующем, на втором месте, это Ариэль. Повторяться не буду, отличный хиллер, постоянно будет играть, можно смело брать и прокачивать. И третье место, и последующее, ребят, нужно отталкиваться от героев, которые у вас есть прокачаны. Например, если у вас есть горилла в костюме, то, в принципе, Митсука вам вообще уже не нужна. Но на третье место можно поставить Митсуку, на четвертое Рататоскар, на пятое Анатель, на шестое Сишат, на седьмое Посейдона, на восьмое Грозуль, девятое Фрея и десятое Тарлок. Хотя кому-то, может, если в принципе желтых нет героя, то, в принципе, можно и Тора взять, прокачать. Но говорю, нужно отталкиваться от тех героев, которые у вас уже есть в наличии. В общем, ребят, вот такой вот топ героев. Напишите, каких бы вы героев поставили на топ-3, интересно будет почитать. Также вроде как эти герои будут обновляться раз в полгода, так что спешите, быстрее их забирать не стоит. В общем, как-то так, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.